Раньше, 20-30 лет назад, когда вибрации Земли были более низкие, более приземлённые, люди, которые руководствовались эгоизмом, экономией, гордыней, они были очень-очень успешны. Сегодня это уже перестаёт работать, дорогие. Раньше, когда вибрации Земли более низкие, другие законы денег работали. Люди, которые сберегали, экономили, их состояние росло. Дорогие, сейчас время новых энергий. Если ты будешь копить, если ты будешь сберегать, это будет целью твоей жизни. Послушайте, я совсем не говорю о том, что не должно быть сбережений, ну, всякое бывает. Я говорю о том, ну, вы взрослые люди, когда для человека это как стиль жизни – сберегать, экономить, во всём отказывать. Понимаете? И вот раньше, когда вибрации были другие, это работало, люди богатели. А сейчас, если ты будешь жить так, ты будешь беднеть. Если ты будешь экономить на себе, ты будешь беднеть. Потому что вибрации планеты повысились. И сегодня ежедневно, ежесекундно, ежечасно энергия изобилия изливается и высвобождается в этот мир, в твою жизнь. И она даётся тебе для радости. Скажи, изобилие даётся мне свыше от Творца для радости. Скажи, что изобилие даётся мне для наслаждения, для любви к себе. Будьте сейчас внимательны, я даю вам ключ. Сегодня те люди, которые распоряжаются финансами через призму того, а принесёт ли мне эта радость, а принесёт ли мне это наслаждение, а через эту покупку я проявлю любовь к себе. Вот те люди, которые поступают так, они переживают чудеса, их поток увеличивается. И ту сумму, которую они потратили для радости, для наслаждения, для любви к себе, она чудесным образом восполняется. Дорогие, проведите эксперимент. Возьмите что-то с экономки, что вы там чего-то хотели, но не купили. И вы увидите, что вы ещё больше потеряли. И возьмите что-то в радости, в любви к себе, в наслаждении. И вы увидите, что чудесным образом восполнится. И вы сможете заплатить по счетам, потому что сейчас другие законы работают. То, что работало раньше, не работает. Сегодня опасно жалеть деньги на себя. Сегодня опасно экономить деньги на себя. Потому что энергия изобилия высвобождается для радости, для любви к себе и для наслаждения. И если ты их не используешь таким образом, ты не целевое использование выделенных средств. А если бы ты во Вселенной распределяла средства, и ты выделила человеку для наслаждения, для радости, для любви к себе, а человек экономит, человек что-то покупает, что его не радует, разве ты бы выделяла ему опять эти средства? Нет. Поэтому Вселенная распределяет. Если ты не наслаждаешься, если ты не любишь себя, то энергия изобилия идёт к тем людям, то энергия изобилия идёт к тем людям, которые на себе не экономят и которые себя любят. Вы слышите меня? Если ты не будешь любить себя, если ты будешь экономить на себе, то энергия изобилия, поток будет рассеиваться, уменьшаться и будет перераскределяться к тем людям, которые любят себя и наслаждаются. Дорогие, вы должны понять, что энергия денег имеет уши и имеет ноги. Энергия денег, она как живое существо. И она к одним людям приходит и слушает их, а от других убегает. Деньги, изобилия, возможности даются тебе. И как ты с ними распорядишься? Если ты распорядишься, проявив любовь к себе, радость, наслаждение, тогда ещё больше поток открывается. Это первый ключ. Ещё больше финансов прилипает. Ещё большие возможности. Работы меняются. Клиенты приходят. Подарки приходят. Какие-то благословения, какие-то ресурсы. Финансы приходят из ожидаемых и неожидаемых источников. Но начни сейчас экономить. Начни сейчас жадничать. Вот я приведу пример. Ну, например, у тебя 30 тысяч рублей на месяц всего. Или, скажем, 300 долларов. Возьмём, давайте, 30 тысяч или 300 долларов всего на месяц у тебя. Твой бюджет. И тебе понравилось платье. Я приведу пример с платьем, потому что в уважении дорогим женщинам и девушкам, которые 90% вы посетители моих курсов, поэтому я вас очень люблю и благословляю, и желаю всего наилучшего. Например, у тебя 300 долларов или 300 тысяч рублей. И тебе очень... Ты увидел в магазине платье за 10 тысяч. И у тебя сердце запрыгало, у тебя мурашки, у тебя бабочки в животе залетали, и стрекозы. И тебе так хочется это платье. И ты думаешь, ну, если я потрачу 100 долларов, если я потрачу 10 тысяч в начале месяца, я не проживу на остальные, вернее, проживу, это очень-очень будет тяжело. И ты не покупаешь это платье. И ты идёшь в какой-то китайский магазин и покупаешь себе платье за 20 долларов, за 2 тысячи рублей. И ты его покупаешь. Ну, оно так себе, нормальное, сойдёт, носить можно. Но никакой радости нет. Никаких мурашек нет. Никакого пульсации нет радостной. И знаете, что произойдёт? Твой поток на следующий месяц финансов или следующий, или следующий, в течение полугода твой поток ещё больше уменьшится. Ещё больше доход упадёт. Либо расходы очень увеличатся. Деньги как сквозь пальцы утекут, дорогие. Потому что сработает этот закон. Но если вы скажете, нет, я хочу это платье, оно, я наслаждаюсь, у меня радость от него, я проявляю к себе любовь. Слушай, ты увидишь, как ты проживёшь этот месяц. Потому что ты правильно распорядилась. Потому что ты в радости, в наслаждении любви к себе. Это новые законы денег, новых энергий. Поэтому, дорогие, берите на вооружение. Вы знаете, я вот расскажу вам пример. Вот у меня есть школа, и люди учатся, и обучение стоит, ну, существенную сумму ежемесячно, нужно оплачивать. Но вы знаете, вот мои ученики свидетельствуют, говорят, мы когда вот собрали школу, у меня сердце, мне туда надо, мне туда надо, мне туда надо. И я понимаю, что если я в школу пойду, я просто, ну, не знаю, в проголодь буду жить. Ну, это, скажем, одна треть моего дохода, да, месячного, да. То есть я буду там на каше, на кефире, да, сидеть. И я говорю, и как? Ну, говорит, сердце у меня так вот, радость, любовь, наслаждение. Говорит, и я пошла в эту школу. И, говорит, я пошла в школу, и чудесным образом так пространство выстраивается, что на всё хватает. Что я, ну, не умерла и даже сильно не похудела, да, постранела только немножко, да, и вибрации повысились, стала более аппетитной, более красивой. Стала, оделась в красивые одежды, красивых вибрационных нарядов, потому что с первого месяца мы переодеваем вот это грязное, грязное бельё негативных состояний, грязное бельё, токсичных энергий, мы просто раздеваем всех и одеваем в красивые наряды высоких вибраций. И люди свидетельствуют. Мы как бы, голова говорила, это какой-то риск, а сердце говорило, тебе надо. Это в радость, это в любви, это в развитие. И чудесным образом проучились, хотя у нас там, ну, бывает в случаях и рассрочка, и всё, но даже не пользовались никакой рассрочкой, потому что люди вкладывали в развитие, в наслаждение, в любовь. И это первый ключ, дорогие. Не вздумайте экономить на себе, не вздумайте что-то покупать, что не в радость, не вздумайте на что-то использовать ресурсы, что не проявлять любовь к себе. Лучше меньше, но ценное, но отчего мурашки, отчего бабочки. Не позвольте тараканам из головы съесть ваших бабочек в животе.